Радио Классика И сегодня героем моего ставшего уже традиционным диалога с прошлым станет великий русский композитор Александр Порфиревич Бородин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поставленная в 1890 году в Санкт-Петербургском Мариинском театре, опера, отличавшаяся монументальной цельностью образов, мощностью и размахом народных хоровых сцен, яркостью национального колорита в традициях эпической оперы Глинки «Руслан и Людмила», имела большой успех и до настоящего времени остается одним из шедевров русского оперного искусства. Александр Порфирьевич Бородин считается также одним из основателей классических жанров симфонии и квартетов России. Первая симфония Бородина, написанная в 1867 году и увидевшая свет одновременно с первыми симфоническими произведениями римского Корсакова и Чайковского, положила начало героико-эпическому направлению русского симфонизма. Вершиной русского и мирового эпического симфонизма признается написанная в 1876 году вторая симфония композитора, которая получила название «Богатырская». К числу лучших камерных и инструментальных произведений Александра Бородина принадлежат первой и второй квартеты, представленные ценителем музыки в 1879 и 1881 годах. Музыка второй части струнного квартета Бородина была использована в XX веке для создания популярнейшей песни «Вижу чудное приволье» на стихи Савинова. Александр Бородин не только мастер инструментальной музыки, но и тонкий художник камерной вокальной лирики, ярким образцом которой является элегия «Для берегов отчизны дальней» на слова Александра Сергеевича Пушкина. Диалог Композитор первым ввел в романс образы русского богатырского эпоса, а с ними и освободительные идеи 1860-х годов, например, в произведениях «Спящая княжна», «Песня темного леса». Также он являлся автором сатирических и юмористических песен, такие как «Спесь» и другие. Самобытное творчество Александра Порфирьевича Бородина отличалось глубоким проникновением в строй как русской народной песни, так и музыки народов Востока. Ерчайший пример тому – это половецкие пляски из оперы «Князь Игорь», а также симфоническая картина в Средней Азии, и оказала заметное воздействие на русских и зарубежных композиторов. Традиции его музыки продолжили советские композиторы, такие как Сергей Прокофьев, Юрий Шапорин, Георгий Сверидов, Арам Хачатурян и многие другие. Кроме того, что Александр Порфирьевич являлся медиком, химиком и композитором, он также был и выдающимся общественным деятелем. И заслугой Бородина перед обществом является активное участие в создании и развитии возможностей для получения женщинами высшего образования в России. Он являлся одним из организаторов и педагогов женских врачебных курсах, на которых преподавал с 1872 по 1887 год. Значительное время Бородин уделял работе со студентами и, пользуясь своим авторитетом, защищал их от политических преследований властей в период после убийства императора Александра II. Огромное значение для международного признания русской культуры имели музыкальные произведения Бородина, благодаря чему и он сам получил мировую известность именно как композитор, а не деятель науки, который посвятил большую часть своей жизни. Огромное значение 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok